Хорошо в деревне летом, наедине с природой, далеко от городской суеты. Главное, внедряясь в эту природу, не нарушить зыбкую грань гармонии. И тогда природа не останется в долгу. Правда, Тимофей? Правда. Тимофей все лето проводит на даче. Скучать ему за городом не приходится. В свободное от игры время он помогает родителям по хозяйству. В один из таких обычных дачных дней была обнаружена весьма необычная находка. Когда мой папа и дядя Артем разбирали веранду, мы нашли гнездо с птичками. Тимофей показывает нам ту самую веранду, которую этим летом решили перестроить. Под старыми досками обнаружилось гнездо с едва проклюнувшимися птенцами малиновки. Сначала они были маленькие и под пухом. Гнездо решено было не трогать, а строительные работы пришлось на время остановить, чтобы не спугнуть пернатых. Поначалу родители птенцов осторожничали, но постепенно привыкли к людям настолько, что перестали бояться. К тому же у птиц были дела поважнее страхов. Необходимо было выкормить потомство. Кормили их там. Укладывали на них пух, когда они еще не могли ничего сделать. У них еще глаза были закрыты. Так люди и птицы, не мешая друг другу, продолжили заниматься каждый своим делом. И даже успели подружиться. Несмотря на то, что работу пришлось приостановить, было интересно за ними наблюдать. Ну, занялись другими делами. Порядка восьми дней они выкармливали этих птенчиков. И я понял выражение «покинуть гнездо». Потому что птенчики, когда покидают гнездо, они туда уже не возвращаются. Родители для них находят укромное местечко под кустиком. И там они уже чувствуют себя совершенно спокойно, свободно. Родители их там докармливают. Вообще здесь место замечательное. У нас здесь и совы птицов выводят, и ежики бегают, и белочки. Да, Тим? Кого ты еще видел? Ястребов мы тут видели. Тимофей с интересом наблюдал за происходящим заботливых родителей и их детенышей. Даже удалось снять на камеру мобильного телефона. Он сидел прямо в середине этого куста. Там, где очень много веток, чтобы его никто не достал. Он тебе там доверял? Да. Мы его просто искали и снимали. Артем снимал на свой фотоаппарат, а я на свой телефон. Получился небольшой фильм о том, как Малиновка выхаживает своих птенцов. Птенцы подросли, научились летать и покинули свою малую родину. Они редко к нам прилетают. Я их кое-где вижу. Лето подходит к концу, но Тимофею ни капельки не грустно. Впечатлений хватит на весь новый учебный год. Да и с одноклассниками теперь и есть чем поделиться. Рассказ о том, как я провел лето, у Тимофея получится интересным. Татьяна Сашенко, Евгений Половинкин. День города.